После того, как мы с вами рассмотрели различные этапы становления управленческой мысли и понимания о лидерстве, формальным, неформальным, назвали и объяснили некоторые теории о лидерстве, каждая из которых, естественно, является лишь только точкой зрения, перспективой и по всей вероятности вносит какую-то жемчужину в наше общее понимание такого сложного явления, как лидерство. Стоит заметить, что многие теоретические подходы различают различную форму способностей и интеллекта лидеров и последователей, которые необходимы для достижения определенной эффективности. Большинство ученых считает, что именно наличие комбинации различных форм интеллекта играет важную роль в лидерстве. Хотя есть книги, учебники, научные статьи, которые делают в основном упор на один из видов интеллекта человека. Что такое интеллект? Интеллект – это общая способность человека к познанию, пониманию и разрешению проблем. Известно, что по определенным методикам можно осуществить количественную оценку уровня интеллекта человека относительно уровня интеллекта среднестатистического человека. И у каждого из нас разный уровень интеллекта. Это нормально. Мы признаем, что это так и есть. Но что объединяет понятие интеллект? Объединяет все познавательные способности индивида. Ощущение, воображение, восприятие, память, творческое представление, инновационность, мышление, умственные способности и так далее. Исторически познавательные способности IQ считались ключевым требованием для эффективности и успеха в области менеджмента и лидерства. Познавательные способности касаются способности думать, восприятия, анализ, интерпретация, память, логика, разумность, воображение, интуиция, обучаемость. Но в настоящее время считается, что познавательные способности не являются самым важным и по крайней мере не являются единственным важным элементом в лидерстве. Когда мы говорим о степени образованности человека, о наборе знаний, которым обладает человек, это неравнозначно потенциалу успеха, которому может прийти человек. И не всегда наличие высшего образования, докторской степени является ключом к тому, чтобы человек был успешен. Эмоциональный интеллект, как понятие было введено в науку, включает в себя понимание своих и чужих потребностей и чувств, включает способность человека к самоконтролю, самообладанию, способности человека соответственно реагировать на эмоции других людей. То есть он понимает свою эмоциональную сторону бытия и понимает других людей и их эмоции, может сдерживать, интерпретировать и находить подход в какой-то ситуации, когда эмоции выходят наружу, какие бы они ни были. Социальный интеллект, также необходим для успешного лидерства, включает в себя общественное сознание и социальную компетентность, чтобы человек понимал общество, в котором он находится. А это общество многонациональное, многорелигиозное, многостатусное, оно многоликое. Понимать общество, в котором человек находится, очень важно. Культурный интеллект. Способность строить связи с людьми других культур и умение адаптироваться к культурному многообразию. Причем культура, понятие, которое не является тождественным, ну просто национальной культуре. Иногда в одной национальной культуре есть субкультуры. И для успешного лидерства очень важно понимать, адаптироваться к культурному многообразию внутри одной единой, казалось бы, национальной культуры. Нравственный интеллект – это способность человека отличать правильно от неправильного, руководствуясь универсальными нравственными принципами. И в литературе совсем недавно стали говорить среди светских специалистов или среди тех, кто разделяет религиозные убеждения, о духовном интеллекте как важном элементе для эффективного лидерства. Это понимание того, что у людей есть жизненно важная потребность в ощущении собственной значимости, ценности и чувства достоинства во всем, что бы они ни делали, к чему бы они ни стремились. И соответствующий ответ на эту потребность – это восприятие людей как духовных личностей. Все эти составляющие интеллекта взаимосвязаны и в определенном поведении лидерства они в общем-то проявляются. Их ценность, конечно же, особо выявляется в каких-то ситуациях. Я хотел бы подробнее остановиться на эмоциональном, нравственном, духовном и культурных интеллектах. Во-первых, эмоциональный интеллект. Он включает в себя четыре части. Во-первых, способность воспринимать или чувствовать эмоции. Свои собственные и другого человека. Разобираться, что сейчас происходит со мной. Какие я выражаю эмоции. И другого человека. Это способность направлять свои эмоции в помощь разуму. Это когда мы размышляем, как в гневе вашем не согрешайте. Когда человек, у него есть эмоциональная составляющая. И тем не менее, у него есть некая разумность. И он пытается направить эмоции созидательно, дабы не причинил какой-либо вред. Мы, когда взаимодействуем с людьми, они выражают эмоции самые разнообразные. И эмоциональный интеллект предполагает понимать другого человека. А также понимать, что выражает та или иная эмоция. И эмоциональный интеллект предполагает способность управлять, контролировать, направлять эмоциональную жизнь или проявление в человеке. Существует целое направление в лидерологии, которое называется эмоциональное лидерство. В свое время была опубликована книга Даниэля Голлмана, Ричарда Боясиса и Энни Маки. Так и называется. Эмоциональное лидерство переведено на русский язык. И в этой книге, которая в свое время была признана национальным бестселлером в США, газетой New York Times и также Wall Street Journal, авторы подчеркивают и объясняют детально, что эмоции могут мешать рабочему процессу на предприятии. Эмоции могут мешать взаимодействию людей в коммерческой, некоммерческой организации, ну в каком-либо человеческом коллективе. А могут помочь улучшить положение дел и влиять на эффективность. Вот все зависит от их сути, позитивная эмоция или негатив. Все зависит от того, каким образом мы реагируем на проявление эмоций и какие эмоции выражаем без осмысления. Множественное исследование эмоциональной составляющей жизни людей в организациях, в командах, в самых разных сфер деятельности человека говорит о том, что эмоциональная, здоровая, положительная эмоциональная составляющая влияет не только на повышение эффективности работы, но и на удовлетворенность человека, который задействован в том или ином проекте. Эмоциональное лидерство проявляется в четырех областях. Самосознание, самоконтроль, социальная чуткость и в управлении эмоциями. Человек, который может, например, в группе людей корректно вести беседу, направлять беседу, не допускать, чтобы кто-то был обижен, кто-то вспылил, потому что он не может снести обиды, а потом его еще и не наказать за то, что он проявил вот такую излишнюю эмоциональность. Это человек, который обладает эмоциональным лидерством. Он чуток и понимает, и разумеет сложности взаимодействия людей и старается поддержать здоровый, спокойный, конструктивный эмоциональную атмосферу. Социальная чуткость – это сопереживание, предупредительность, управление, отношение, воодушевление, содействие другим людям. Эти области эмоционального интеллекта вызывают понимание у тех людей, которые работают. Позвольте мне рассказать вам жизненный пример. Я имею опыт, горький опыт, участия в работе одного совета, в котором руководитель позволял делать излишние замечания одному из присутствующих. Казалось, не стоит накалять страсти. Одно замечание, второе, третье. Где-то прокомментировал одежду, где-то прокомментировал еще что-то. Чрезмерно много человеку внимания. И причем так вот, знаете, пограничного. Между тем, что допустимо, и что можно было бы этого не делать. Регулярно человек старший по возрасту, который становился неким объектом вот таких колкостей, регулярно краснел, потом бил рукой по столу и что-то гневно говорил. И на это руководитель этого совета все время говорил всем остальным. Вот посмотрите, вот человек не выдержан. Разве мы можем ему что-то доверить? Разве мы можем такому человеку? Он его доводил до кипения, а затем, в общем-то, и наказывал. Вот это абсолютно неэффективное эмоциональное лидерство. Эмоциональное лидерство заключалось бы в данном случае попросить всех остальных присутствующих и участвующих в этом совете, совет директоров или совет предприятий, или мы можем называть совет церковный, или мы можем назвать это, в общем-то, ответственных за какое-то дело. В этом совете было бы что правильно. Предупредить всех остальных и сказать, давайте, мы знаем, что у человека темперамент такой. Давайте не будем допускать лишних вещей. Почему? Потому что он себя поведет некрасиво, ну и получится, что мы станем-то, в общем-то, и виновниками всего. Наоборот, включим всю деликатность, обаятельность, терпение, великодушие. Получается, вот в этом и заключается суть эмоционального лидерства. Теперь мы отходим к вами к таким категориям, важным, как духовное лидерство и нравственное лидерство. Это разные темы, но я хотел бы их рассматривать вместе. Вы знаете, даже среди светских организаций, компаний на сегодняшний момент уже общепринято, что помимо достижения каких-то материальных благ, менеджеры все больше стараются найти удовлетворение в каком-то смысле своей работы. Люди уходят с работы, когда у них очень большая зарплата, они уже заработали очень много, и эти люди остались бы работать в этой компании, в организации, но они не видят смысла. Они не разочарованы там стратегиями, целями организации, но нет этого духовного удовлетворения. Ну, какой-то духовный кризис у людей. И понимают, что, в общем-то, если бы было это духовное здоровье, было бы в этой компании или в этой группе людей внимание к духовной составляющей, то он бы остался и работал. Может быть, даже был бы еще более эффективным. Что такое духовный интеллект? Это понимание того, что у людей есть жизненно важная потребность в восполнении духовных запросов. Человек – существо духовное. Нравственный интеллект, в свою очередь, – это способность отличать правильное от неправильного, этическое от безнравственного, руководствуясь универсальными нравственными принципами. В литературе вы можете встретить целое направление мыслей о нравственном интеллекте, который включает такие четыре аспекта – честность, ответственность, сострадание и прощение. Честность и ответственность – как действия руководителя, а сострадание и прощение – как восприятие последователей. А когда создается в коллективе, в группе, в команде атмосфера, в которой люди интеллектуально на высоте с точки зрения нравственности, то, в общем-то, они создают атмосферу порядочности, честности, сострадания, взаимного уважения и прощения. Нравственное лидерство касается характера человека. А моральное лидерство – такой термин вы тоже встретите в литературе – это прежде всего следование тем или иным моральным правилам. Нравственное лидерство коренится во внутреннем, духовном стержне сущности человека. Моральное – это когда ему приходится просто подчиняться моральным принципам. А нравственность человека позволяет ему быть нравственным даже тогда, когда моральные принципы меняются и могут вводиться какие-то новые категории, что такое хорошо и что такое плохо. Моральное – это устройство и установка, может быть, демократического такого общежития человека. А нравственное – это некая горизонтальная стержень духовного направления и мудрости для человека, по которой он стоил бы ему жить. Нравственность и духовность. Я хотел бы пояснить, потому что периодически возникают вопросы, и тут тоже нужно нам разбираться и прояснять вопросы. С христианской точки зрения, духовность – это образ мыслей и действий, актуализация внутренних наших религиозных убеждений, независимо от каких-либо жизненных обстоятельств. Придерженность тем убеждениям, воззрениям, которые у нас есть. Это вот и есть духовность. Кейс Уайман, автор книги «Христианская духовность», библейско-богословские институции, имени святого Андрея в Москве, опубликовал двухтомник «Христианская духовность». Вот он постулирует, что духовность – это процесс трансформирующих взаимоотношений Бога с человеком. Вот это определение мне очень нравится. Процесс трансформирующих взаимоотношений Бога с человеком. Когда Бог меняет, когда мы проявляем в жизни своими поступками характер Всевышнего. Являясь мировой религией, христианство утверждает, что существуют две нравственные категории, которые обозначают предельно простые свойства бытия человека. Во-первых, добро представляет собой все должное, положительное, гармоничное, созидательное, согласованное с волей Всевышнего. А во-вторых, зло – предосудительное, отрицательное, дисгармоничное, вредоносное, греховное, не согласующееся с волей Всевышнего. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Основа христианской духовности – это, в общем-то, фундаментальная по смыслу и значению заповедь Иисуса Христа. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Это и есть основа христианской духовности. Когда мы с вами стараемся проанализировать современный контекст нашего общества, то мы можем согласиться с теми социологическими исследованиями, которые проводятся и в России, и за рубежом, что очень часто корыстолюбие, неразборчивость в средствах достижения цели, жестокость, наглость, эгоизм востребованы больше, нежели честность, достоинство, ответственность, образование, культура. И напрашивается вопрос, что делать? Вот здесь, конечно же, когда мы говорим о лидерстве, мы не можем оставить без внимания, что очень необходимо нравственное, духовное лидерство. Но как можно понять, в чем суть этого духовного, нравственного лидерства? Мне кажется, это можно объяснить с помощью каких-то универсальных ценностей. Нравственные установки духовного лидерства. Я бы их перечислил несколько. Во-первых, это доверие и лояльность. И человек, который хотел бы в своей жизни быть нравственным лидером, может делать такие установки. В избранных мной отношениях я являюсь верным по отношению к другим людям, и я им доверяю. Я рассчитываю на порядочность людей, на их характер, способность и силу быть искренними со мною. Презумпция виновности в обществе ведет к чему? Законы, которые, в принципе, карают, и законы, которые, или системы, которые контролируют. Презумпция добра в человеке позволяет, в общем-то, выстраивать системы, когда не надо устанавливать лишние замки, лишний какой-то контроль. Ну и не надо быть подозрительным, а исследовать очень внимательно, действительность ли человек виновен. Потому что, когда презумпция виновности, тогда нужно оправдываться. А когда презумпция невиновности, тогда нужно доказывать вину. Ну вот разное движение, в общем-то, судебной даже практики выстраивается в тех или иных странах. Нравственная установка прощения, благодарности и принятия. Одно дело, когда мы держим людей на расстоянии, а другое дело, когда мы позволяем людям быть теми, какими они могут быть, и если они совершают ошибку, то, в общем-то, прощать, принимать, ну и быть благодарным за то, что люди с вами. Порядочность. В лидерстве порядочность прежде всего выражается в том, что человек говорит то, что делает. И делает то, что говорит. Вот об Иисусе Христе можно сказать, что Он жил, как говорил. Нравственная установка духовного лидерства, честность. Искать истину, радоваться ей, основывать свои действия на истине. Без каких-либо двойных стандартов. Нравственной установкой их духовного лидерства является твердость духа, устойчивость, психологическая, моральная. Ну и сохранить такую бодрость, несмотря на какие-либо трудности, угрозы, опасности. Нравственной установкой духовного лидерства является скромность. Я скромен, вежлив и не имею ложной гордости, ни ревнив, ни груб, ни высокомерен, ни хвостун. Об этом апостол Павел учит в первом послании Коринфянам 13. Нравственная установка духовного лидерства – доброта. Я мягкосердечный, внимательный, гуманный, отзывчивый. Это в противовес тем, знаете, железным, жестким позициям лидерства, когда, ну, вы знаете, мы тут не больница. Мы тут конкретная организация. У нас тут все четко. Не надо нам тут лишнее. Нет, доброта и доброту люди понимают, ценят. Потому что, прочувствовав доброту к себе, можно найти внутренние силы для того, чтобы двигаться дальше и быть верным и делу, и людям. Сострадание. Нравственная установка. Я могу понимать чувства других людей. Когда они страдают, я их понимаю, я хочу сделать что-то, чтобы оказать помощь и сочувствие. Апостол Павел в первом послании Коринфянам 13 учит о терпении, кротость, выносливость. Для лидера быть в контексте без сложности невозможно. И трудности. Он очень сфокусирован на изменения, перемены, достижения чего-то. И для лидерства это всегда поставить планку выше, чем то, что достигнуто. И вот эта выносливость, терпение, а с другой стороны кротость, позволяет человеку быть постоянным в достижении каких-то целей, даже несмотря на какие-либо разочарования. Нравственными категориями духовного лидерства является и профессионализм, мастерство, установка на то, что и внешний вид, и во всем, что я делаю, должна быть некая высота, качество, мастерство и совершенство. Я делаю все на отлично. Я и хочу, чтобы другие делали хорошо. Это, конечно же, не должно перейти в перфекционизм, но тем не менее. Хорошим показателем нравственной установки в духовном лидерстве является то, о чем говорил апостол Павел в свое время, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это умение радоваться, позволять другим быть веселыми. Это умение создавать атмосферу раскрепощенную, счастливую, чтобы люди могли почувствовать удовлетворение. Потому что, когда лидер всегда говорит, что нужно сделать, и указывает, что не сделано, и показывает ошибки, и никогда не вспоминает, что что-то достигнуто, и есть повод отпраздновать, он создает определенную атмосферу гнета, тяжести и неудовлетворения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok